И как обычно, время подошло к еженедельной 10-ти минутке общения с Майклом Бруком, начальником Бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий. Майкл, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Александр! Желаю всем здоровья, чтобы никто не болел, но если, не дай бог, любая травма в любой ситуации, звоните мне сразу же как можно быстрее в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Слушайте, Михаил, у нас, как всегда, набирается много звонков еще до начала нашей передачи, поскольку ее многие ждут. И вот позвонила радиослушательница Ксения, которая называет себя в меру упитанной женщиной преклонных лет. Она также сказала, что ходит медленно, потому что ходить ей тяжело. И вот, сказала Ксения, недавно она переходила дорогу по пешеходному переходу и не успела дойти до смены сигнала. Когда зажегся зеленый, Ксения еще находилась на переходе. В это время, она говорит, одна из машин рванула с места и сбила ее. И вот она спрашивает, можно ли в таком случае открыть дело, или ей скажут, что она сама виновата, что так долго переходила дорогу. Ваше просвещенное мнение на этот счет? Ни при каких обстоятельствах машина не может сбивать пешехода. Даже если он переходит дорогу в неположенном месте или на красный свет. Ну, конечно, если человек бежит по хайвею пьяный, то понятно, но если он переходит где-то в обычном месте в городе, то для этого установлен лимит скорости 25 миль в час, чтобы у водителя было достаточно времени реагировать на всякие непредсказуемые ситуации. В этом случае с женщиной, она даже не нарушила правила движения, их нарушил водитель, причем злостно, потому что пешеход всегда имеет право закончить проход. Даже если сигнал уже поменялся, водители должны стоять и ждать, и дать ему возможность закончить, перейти. То есть это явное такое тяжелое нарушение правил, и, конечно, раховка этого нарушителя будет платить. Привезу такой пример. В прошлом году ко мне обратилась пожилая женщина, которая переходила дорогу и тоже не успела перейти до конца, как машина рванула с места и сбила ее. Она упала лицом на асфальт, у нее были переломы на лице, были наложены швы, и пришлось потом делать еще пластическую операцию. Я дал ей адвоката Харлана Виттенштейна, он очень сильный в таких делах особенно, и он быстро сумел доказать полную вину этого водителя. И получил для пострадавшей полный страховой полюс. Там он был очень большой, включая его персональный, там у него была страховка Амбрелла. Он ей получил в общей сложности миллион долларов. И дело было закрыто за семь месяцев. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610, любое время дня и ночи, в любой день недели. Если вдруг потеряли, можете на интернете всегда набрать michaelbrook.com, и там все мои координаты. Спасибо. От имени Ксении. А теперь послушайте Инну, у которой свой вопрос. Инна, просим вас. Майкл, я работаю терапевтом в агентстве, которое посылает меня к пожилым людям. Я хожу из одного дома в другой. Шла тут мимо какого-то дома, споткнулась, упала и сломала руку. Прохожую вызвали скорую и меня отвезли в госпиталь. Может быть, даже понадобится операция. Меня интересует, будет ли мое лечение покрывать страховка от работы. Или нужно будет открыть Worker Compensation. Значит, я вам дам специального адвоката, который поможет вам открыть вот эту страховку, которая называется Work Camp сокращенно или Worker's Compensation. Этот адвокат бесплатный, он свой гонорар получает сам от этой страховой компании и не берет с вас никаких процентов. Ни в коем случае нельзя использовать вашу обычную страховку медицинскую, даже если она от работы, потому что после того, как дело будет закрыто, они могут потребовать деньги из вашего сеттума. То есть, если есть денег, что получит для вас адвокат. А в Worker's Compensation там другие законы, и он ничего назад не требует. Он также получит для вас деньги за время пропущенное на работе и на оплату лечения. И по закрытии дела еще и специальную такую завершающую сумму. Она тоже иногда составляет несколько десятков тысяч долларов. Другой адвокат, который будет расследовать, что и почему явилось причиной вашего падения, и если кто-то виноват в этом, то он получит для вас деньги в зависимости от того, кому принадлежит эта территория. Или с города, или с владельца, допустим, там иногда с владельца здания близлежащего и так далее. Опять же, сумма будет в зависимости от ваших травм. Я приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина-терапевт, который ходит по домам работать с детьми-аутистами. Он шел мимо большого здания, споткнулся о плиту, выступающую слишком высоко на тротуаре. По закону, первые 10 футов от края тротуара принадлежали городу, а за остальную часть отвечало здание. И в результате его падения у него был сложный перелом руки, потребовалась операция. Я связал его с одним из лучших адвокатов Нью-Йорка. Есть такой адвокат Аллен Рибко. Он его направил еще к адвокату Поваркампу, у которого фамилия Пастернак. И этот адвокат быстро оформил все необходимые документы, получил для пострадавшего деньги на лечение, за время пропущенной на работе, а потом еще 50 тысяч по закрытию дела. А сам Аллен Рибко получил со страховки здания ему 400 тысяч долларов. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Запишите этот телефон в ваш мобильный и всегда носите с собой любая травма. Всегда имеет смысл позвонить мне и проконсультироваться. Я вас тут же свяжу с адвокатом в любое время дня и ночи. А если вы вдруг не нашли мой телефон, или забыли, или потеряли, то вы можете набрать на интернете michaelbruck.com, одним словом, и там есть все мои координаты. Спасибо от имени Инна. Ну и, конечно, заключительный вопрос мы уже примем от мужчины, и им будет Станислав. Станислав, ваш вопрос. Майкл, я вожу желтый такси уже 20 лет. Отъехал в Бруклине на кустоп, который для всех четырех дорог. Остановился, как положено, и поехал дальше. А другой водитель не остановился. Выскочил на перекресток и врелся прямо в меня. Когда приехала полиция, он сказал полицейскому, что он первым подъехал на перекресток, а сказал, что он вообще не останавливался на знаке. Мне интересно, каким образом между нами распределяться процент вины. Изначально, когда две машины сталкиваются на знаке стоп со всех сторон, то страховые компании делят вину 50 на 50, половину на половину. Но если есть пострадавший, то есть здоровье человека пострадало, и он ко мне обращается, то я даю ему адвоката. И адвокат начинает судить противоположную сторону. Как правило, он доказывает, что ваша вина меньше, а с той стороны больше. И что вы вовремя остановились, а другой водитель нет. Приведу такой пример. Полгода назад ко мне обратился тоже профессиональный водитель. Он работает на компанию Uber. Точно так же он подъехал к знаку стоп с четырехсторонним движением, остановился, стал продолжать свое движение, а в это время другой водитель, не останавливаясь, вылетел и просто перегородил ему дорогу, он не успел затормозить и в него врезался. Он сразу позвонил в мою службу. Я спросил, как он себя чувствует. Он сказал, что чувствует себя очень плохо. Тогда я ему вызвал скорую помощь, его отвезли в госпиталь. Я дал ему очень сильного адвоката, который специализируется на таких делах, зовут его Игорь Тарасов. Он стал судить виновного водителя и доказал, что тот нарушил правила и что 100% вины лежит на нем. К тому же он сумел получить для нашего клиента полный страховой полюс. Полный страховой полюс там составлял 100 тысяч. То есть вот он 100 тысяч для него получил за ущерб, не все на его здоровье. Плюс проконтролировал, чтобы была полностью оплата. Всего лечения прошла и проследил за всеми остальными его как бы неприятностями. То есть там он получил еще деньги за пропущенное время на работе, пока восстанавливал здоровье и не работал. То есть со всем этим проследил уже Игорь Тарасов и все дальше правильно оформил и все организовал. Буквально там он начал получать деньги за то, что он не работал в течение двух недель. Так что если, не дай бог, что-то подобное происходит, как можно быстрее звоните в мою службу по телефону 718-256-5610. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований, несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610-256-5610.